А сможем ли мы собрать 500 лайков под этим роликом? Давайте это проверим, так что поставьте лайк! И будем, видимо, копить себе какие-то ресурсы. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, серьезно что ли? Привет всем! С вами Слай, и сегодня мы выполним наш нереальный чейнж вместе с кроватью Аида в режиме Bad Wars. А три подписчика, оставших лайк, комментарий под этим роликом получат лицензию Minecraft. И давайте же начнем! В этой игре сейчас мы постараемся, ребятки, просто по максимуму сделать киллы. Ну и, конечно же, сохранить нашего Аида, как минимум до середины данной карточки. Ну а в будущем, просто прокачаем его оборону, ну и, конечно же, будем защищаться до конца всей этой игры. Простраиваемся ближе к центру, пока что при помощи блоков шерсти. Вот, я уже простроился до Соединительного острова. Сама карта очень-очень маленькая, там, кстати, можно будет полночь заражить игрока из команды Pink. Ну и в итоге, за счет его ресурсов, конечно же, здесь еще и быстрее победить. Ну а чтобы данный членер стал еще интереснее, я специально убрал у себя ютуберку. И сейчас мы играем, ребятки, у нас без какого-либо ника, который я обычно ставил для того, чтобы нас сразу же не торгесили. Так что игра будет насыщенная и интересная. Ну и, конечно же, мы узнаем, помогает ли кровать Аида, либо же сам Аид у нас в наших играх. Отправляемся, тем временем, к пингу. И давайте заражим его команду как можно быстрее. Просто простраиваемся на него базу. Он у нас здесь, конечно же, уже ждет, так что мы немножечко поднимемся с такой вот лесенкой на него, чтобы он нас сразу же не скинул. Поднимаемся еще на пару блоков. Он уже, ребятки, видимо, боится за свою кровать. Ломаем его у кровати, ребятки, забираем самого игрока. Он у нас падает без, но очень зря он так застраивался. В общем, рискнул, видимо, парень только что у нас в этой игре. Пытался спастись, но это ему никак не помогло. Собираем золото. Сейчас отправимся мы обратно и там уже приобретем себе хорошую броню для того, чтобы реализовать весь этот чейниш. Кстати, пока что, ребятки, это, по-моему, первая кровать, которая была сломана. И игрок из команды Пинг больше никогда не зареспавнится. Отправляемся на нашу базу. Собираем то самое золото. У нас есть 14 слитков, этого хватит, кстати, ребятки, и на броню, и на хороший лук. Но я куплю, наверное, только броню, потому что на все это вместе нам просто не хватит. В итоге получаем себе броню и отправляемся ближе к центру вместе с половиной стаков блоков, которых нам должно хватить. Простраиваемся просто до самого центра. Вот я уже почти что достроился, остается еще парочка блоков. Отправляемся на центр. Золотаем здесь себе эмеральды, которые, по-моему, никто даже не пытался собрать. И что мне всегда радует, это то, что вот эти эмеральды можно сейчас будет потратить и на броню, и на хороший меч, ведь они скоро обновятся. И мы сможем собрать себе еще 4 эмеральда и, в конце концов, купить себе и то, и другое. Так, в итоге получаем себе эмеральд, на последней секунде в итоге мы его у нас здесь ловим. Отправляемся на следующий источник, собираем их по максимуму. И после того, как мы купим себе алмазную броню вместе с алмазным мечом, нам здесь уже точно никто не сможет помешать. Хотя, возможно, игроки, которые лутают алмазы, смогут здесь что-нибудь сделать. Но я сомневаюсь, что алмазы хотя бы раз решали каточки в Бэтварсе. Пожалуйста, напишите мне в комментариях, как часто вы вообще лутаете у вас в играх алмазы, либо же эмеральды. И что вам нравится лутать больше, что, по-вашему мнению, является более эффективным в нашем Бэтварсе. Покупайте себе в итоге, ребятки, меч. Пока что у нас железный скинет, наверное, в сундук. Ну и давайте уже наверняка будем топить. Топить мы будем, ребятки, чисто до нашего соперника, просто простроимся к нему. Я уверен, что у него пока что нет лука, и поэтому мы этим краски и воспользуемся, простроившись на его спавнер алмазов. Почему его? Да потому что он первый его захватил, и нам стоит, мне кажется, его забрать уже для нашей базы. Так, тем временем, у меня заканчиваются блоки, как раз таки, те самые полстаха. И мы отправляемся уже снова их закупать. Как же давно мы этого не делали. В итоге получаем все те самые железные слитки. Так, там сюда парень, видимо, уже собирается идти. Так что можно закупить сейчас, ребятки, себе скоро будет лук. И уже с него, мне кажется, скинуть нашего противника просто куда-нибудь в бездну. Закупаем все блоки, просто по максимуму, ребятки. Застраиваем также еще нашу кровать. Давайте застроим, конечно же. Вот так вот, парень уже к нам сюда, конечно же, идет. Сейчас будет нас здесь, конечно же, пытаться за ППП шить, но шансов у него будет мало. Все-таки он у нас менял утал центр. Ну и, конечно же, никакие алмазы ни разу не решали в Эдварсе. Что уж я вас тут спрашиваю, скорее всего, вы также написали уже в комментарии. Хотя, возможно, если хорошо реализовать эту тактику, купить себе сразу остроту, что, кстати, не сделал этот игрок, то, возможно, можно все-таки какое-то преимущество здесь у нас, конечно же, получить. Тем временем, мы, ребятки, застраиваемся вторым слоем. Он наверняка не знает, что сверху можно у нас там ломать краски нашу базу. Забираем этого игрока с пары ударов. Он, кстати, у нас только что мог забрать, потому что у него мало ХП, но не сделал этого. Собираемся из золота, получаем здесь сразу же лук. Лук приобретаем, получаем себе стрелы. И парень больше к нам сюда ни разу не прибежит. Хорошая новость, ребятки. Мне кажется, для нас, тем временем, мы отправляемся уже на его базу. Кстати, у меня не хватает, ребятки. Оказывается, инструментов. Так, там у него дерево. Так что нам стоит накопить либо 12 золота, либо же ломать его рукой. В принципе, обе тактики довольно хороши, так что, думаю, мы сейчас просто запасемся одним яблочком. И его нам точно хватит для того, чтобы сломать нашего противника. Получаем себе то самое золотое яблоко. Кладем его в третий слот и отправляемся к нашему замечательному другу, который сюда уже бежит, ребятки. Судя по всему, хочет упасть. Падает, само собой, в бездну и хайпиксель немного лагает. Ничего нового вообще, ребятки, абсолютно не происходит. Как всегда, мы просто берем и тащим в наших играх. Сейчас, мне кажется, сломаем его Аида. И наверняка даже нашего Аида спасем до конца этой игры. Потому что в прошлой нашей каточке, когда мы играли у нас вместе с террасером, у меня, к сожалению, не получилось это сделать. Парень настолько что пытался скинуть. В итоге просто нас же и спас. Так, мы получаем себе, ребятки, здесь сразу же, у нас здесь, конечно же, ИЦ-трэп. Но это не спасет от этого парня, мне кажется, от слива. Так, ой-ой-ой-ой, ребятки, я не могу его бить. Серьезно что ли? Еще один удар. Я почти что слит, ребятки. Им только что у нас просто из-за того, что он у нас был под защитой своей же базы. И теперь надо его сломать. Так, все блоки, ребятки, защищены. Парень нас атакует. Нет, серьезно. Половина команд уже сломана, но мы тем временем, ребятки, теряем свои ресурсы. Теряем наши позиции. Так, главное не потерять Алида. Главное выполнить челлендж. Сейчас мы, ребятки, будем снова восстанавливать наши вещи. Кстати, у нас уже есть наш железный меч. Забираем его. И давайте, наверное, снова отправимся на нашего друга с той же самой командой. Просто на этот раз только с Кирочкой. Я думаю, что он защищен будет только деревом. Но на самом деле там у нас еще и были блоки того же самого эндерника, которые просто нереально ломать обычной рукой. Отправляемся к нашему противнику. Он у нас там уже наверняка ждет. Забираем из себя алмазы, кстати, три штучки. Хорошие алмазы. Ладно, потом, возможно, вернемся и что-нибудь себе приобретем. Игрок нас там наверняка, конечно, сейчас будет ждать. И в итоге, ребятки, мы отправляемся к нему. У него здесь есть, конечно же, чешуница. Мы его забираем. Самого игрока, ребятки, забрали. Забрали его чешуницу. Сукирочка, ломаем его кровать. Аида, кстати... Блин, достала меня. Серьезно, это чешуница, ребятки, если честно? Она мне почти что только что забрала и не дала мне почти что сломать эту кровать. Она могла его спасти, но зря, мне кажется, он потратил. Все, лучше бы себе меч купил хороший на вторую жизнь. Отправляемся, ребятки, тем временем обратно. Блоков у меня нет, чтобы застраиваться, так чтобы им чисто импровизировать. Наверняка сломаем ему немного мост. И он к нам сюда не допрыгнет, да? Все, ребятки, отстраиваемся от этого игрока. Отламываем кусок моста. И он больше не будет прыгать, да? У тебя последняя жизнь, парень, просто не прыгай. Лучше живи и спасайся пока что без кровати. Да, не зря же мы тебе ее сломали. Приобретаем, ребятки, тем временем сиделись у нас в остроту. Получаем себе дополнительное золото. А за него, мне кажется, пока что купим себе просто яблок. И нам пока что нечего просто покупать, кроме этих яблок. Хотя можно еще блоков приобрести. Все, давайте, ребятки, сейчас соберемся. И уже за последние минуты нашей игры сломаем сразу же три кровати. Просто с одной нашей попытки. Кстати, там еще и желтый парень строится к нашему, как раз таки, аквадругу. И мне кажется, можно с ним встретиться рано или поздно. Так. Чтобы сейчас этого не делать, я пока что застроюсь здесь таким вот образом, чтобы потом сюда нельзя было допрыгнуть. И далее будем всех скидывать с лука. Так что накопим наше золото. Отправимся сейчас быстренько на центр. И там уже приобретем себе за эмеральд, за шесть эмеральдов, самый топовый лук. На отдачу и, по-моему, насколько я знаю, ребятки, еще и на силу. Тогда уж точно никто не сможет забрать нашего Аида. Собираемся первый эмеральд. Я уверен, что сейчас на одной из вот этих вот точек спавна ресурсов появятся два эмеральда. Вот пока что собрали два из них. И еще один. И, возможно, с другой стороны будет то же самое. Я не знаю, как они спавнятся, но почему-то иногда на некоторых точках остается по несколько эмеральдов. И это довольно классная фишка, которая постоянно встречается в моих играх. Так. Еще 14 секунд. К нам сюда, ребятки, уже бежит голубой парень. И давайте его на них заберем. Все-таки не зря же мы у нас защищали нашего Аида. Вот он явно сейчас, ребятки, попытается он здесь сломать. Не знаю, попробует ли бы все-таки, ребятки, будет шифтиться, но нет. Он точно собирается к нам сюда пойти. У него есть лук, снежок. Кстати, ребятки, он чешуйницу спавнил. Забираем его аквачишуйницу. Копим себе на тот самый лук. Нам не хватает еще одного эмеральда. Вот надо было задержаться, мне кажется. И я не знаю, что сейчас делать вообще. У нас может, вроде как, ребятки сейчас и забрать. И одновременно, может быть, не будет нас здесь рашить. Так, в итоге он у нас же идет, что ли. Ладно, давайте забираем, ребятки, наш эмеральд. Я надеюсь, что его никто еще не забрал. Собираем его. И сейчас скинем просто нашего соперника. Просто, чтобы он нам больше не угрожал. Ну и, конечно же, наш Аид смог прожить до конца данной игры. Отправляемся тем временем обратно. Собираем себе самый топовый лук. Приобретаем его. Кладем во второй слот. Покупаем себе кучу стрел. Стрелы приобрели. И собираем себе какие-то дополнительные ресурсы, которые уже никак не решат эту игру. Потому что нашей последней задачей, ребятки, останется только забрать того самого аква-игрока. Ну и еще одну команду сломать. Так, побежали, ребятки. В итоге у нас дальше. Мы сейчас, кстати, играем за команду белых. Так что, видимо, именно серого игрока мы потом встретим у нас в ПВП 1 на 1. Отправляемся, ребятки, как. По-моему, у него, кстати, был лук. Поэтому я, наверное, не буду пока что рисковать. И, да, я вижу его. Я вижу, что там еще желтого. Кстати, желтый у нас здесь еще, оказывается, жив. Судя по как раз таки статистике. И поэтому мы будем просто спасаться от них. Я не собираюсь сейчас рашить сразу же этого игрока с луком. Все-таки он нас реально может скинуть. Забираем себе сразу же золотом. Он, кстати, ни разу не попал. Но вот рук все-таки попытается нас здесь сейчас скинуть в будущее. Собираем себе есть у нас дополнительное золото. Меня не так беспокоит Аква, как, на самом деле, ребятки, тот самый желтый. Потому что у желтого еще есть кровать. Нас остается, оказывается, немного больше. Отправляемся у нас на центр. Сейчас давайте заберем нашего серого приятеля. Нас вроде пока что никто не рашит, да? Аква к нам сюда не идет. Отправляемся, ребятки, на поиски серого. Серый наверняка лутает в центр. Я здесь только что кого-то вроде как видел. И давайте его заберем. Давайте очень быстро заберем нашего соперника, который сейчас находится у нас в серой команде. Так, в итоге, ребятки, у нас стреляемся пока что с желтым. И попадаем первый раз по нему. Отличная новость, ребятки, потому что сейчас мы его, мне кажется, сможем здесь у нас забрать. Еще раз постреливаем, и у нас падает, и... Все что ли? Нет, это не его базы. Это не его базы. Я не знаю, как он себя вообще забрел, но, видимо, он немножечко перепутал у нас здесь направление. И в итоге ушел, ребятки, на чужую кровать. Но там кровати не было, так что хорошо. Собираем тем временем здесь у нас эмиральды. Но и готовимся к последнему решающему бою с оставшимися противниками. Так, что можно сейчас себе купить? Кроме хорошего меча. Насколько я знаю, по-моему, больше ничего купить нам здесь не получится. За стандартные ресурсы можно только за алмазы немножечко с этим прокачаться. Так что именно это мы сейчас и сделаем. Все, побежали пока что на базу. Так, эмиральдовый генератор был прокачан до второго уровня. Это хорошая новость. Мы сейчас будем в два раза больше получать эмиральдов. И... Хотя, стойте, можно еще кровать застроить. Ну ладно. Пропустим. И опустим пока что этот вариант. Получаем здесь себе хороший меч. То складываем в сундук. И давайте прокачаем что-нибудь просто в соло-апгрейдере. За два наших алмаза. Покупаем себе в итоге, ребятки, у нас здесь прокачку нашей базы. Можно купить больше стрел. Можно получить себе также еще один ТНТ. И... Также давайте еще, наверное, парочку фаербол все возьмем. Просто, чтобы быстро разрушить нашего противника. Сейчас, смотрите, ребятки, можно будет и фаербол отправить с него. И также еще пострелять по нему. А, хотя, стойте. Там еще и желтый к нему простроился. Так что, давайте, ребятки, заберем его просто со стороны желтого. То есть, мы сейчас сначала ломаем кровать желтого. А далее, ребятки, забираем нашего аквадруга. Который как раз-таки и пытается, видимо, одновременно и сломать меня. И сломать его. И, возможно, даже победить. Но шансов у него остается крайне мало. Так, у желтого нет моста до центра. Печальная новость. Ладно. Видимо, поэтому желтый как раз-таки там у нас оказался. Потому что он просто брал и подряд ломал чужие кровати. Хотя здесь, конечно, и чужие мосты. Но все же вдруг он это сделал. И это вполне вероятно. Отправление, ребятки, тем временем, у нас к зеленому. По синему мосту. Что меня немного, конечно же, смутило. И сейчас мы будем ломать нашего желтого. Вот никто здесь нормально не застраивается. Так что меня это очень радует. И давайте заражим его. Все. Серый только что, ребятки, был убит у нас желтым. Ну, а сейчас мы заберем нашего желтого. И, в конце концов, ребятки, просто победим, мне кажется, здесь у нас в этой игре. Здесь вроде как пока что никого нет. Так что используем наш TNT. И ломаем Алида. Все. Забрали, ребятки, желтого. Желтый у нас здесь есть. Конечно же, также нас пытаются забрать. Но это никак нам не помешает. Ведь после респавна мы все еще остаемся с кроватью. А вот желтый респавниться больше не сможет. Да, потеряли лук. Да, потеряли все какие-то ресурсы. Но все это еще можно будет наверстать с двойным генератором, который мы прокачали все-таки до второго уровня. Получаем здесь сразу же хороший меч. Получаем здесь наверняка также еще немного болоков. Надо бы еще лук наверняка собрать. Отправляемся на центр. И давайте заражим желтого. Потому что все-таки неправильно, мне кажется, так просто брать. Сливаться специально и еще и в спину заходить. Привет, мой друг с алмазным мечом, ребятки. Отправляемся тем временем к желтому, который уже убегает со своей базы. Он не знает, куда бежать. Сейчас, мне кажется, его скинет вот это вот аква противник. Мне кажется, сейчас его скинет просто аква, ну и давай, аква, забери его. Почему ты на меня целишься? Я понимаю, что, конечно, я, возможно, ваш общий друг, но не стоит меня таким вот образом забирать. Такие ребята, сейчас мы заберем, мне кажется, желтого. Желтый, падай. Ну же, забери желтого. Что это за кросс-стиминг такой? Почему ты стреляешь только меня? Алло, серьезно, что ли? Ну же. Забери желтого. Он остается один, как бы он находится вообще непонятно где. И может любой момент упасть. Получить себе коины, например, дополнительные. Но почему ты чисто по мне сейчас бьешь? Я не пойму просто этого. В общем, прибегаем тем временем, ребятки, дальше. Защищаемся от этого игрока. И будем, видимо, копить себе какие-то ресурсы. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! Серьезно, что ли? Вот это новость, ребят. Вы хотя бы раз видели такую чешуницу, которая просто появляется в самый нужный момент для этого игрока? Ну и, конечно же, скидывает меня просто в эту дырочку, которую я даже, кстати, не видел тогда. Я думал, что нереально так сделать, но парень просто взял, всё рассчитал, видимо, и решил меня забрать. Вот таким вот образом мы сейчас у нас видим кросс-стим среди двух игроков. Можно пойти сейчас ломать серого. Нам не нужны точно соперники с кроватями. По нам всё ещё стреляет этот аква. И желтого он не трогает. Алло, ребятки, тут нельзя тимиться. Это соло-режим. Когда не веришь, что это соло, тут у нас по одному игроку каждой команды. Так что... Ну, один, кстати, задублировался. Это было странно, но всё же. Так. Где наш серый? Вот у него есть мост, и я думаю, что слева будет сейчас его база. Отправляемся к нему. Он у нас там был. Его уже несколько раз у нас забирали. Вот, это, кстати, девочка, оказывается. Добрый день. Поздороваемся. Ну же. Сейчас я наверняка, ребятки, смогу её, мне кажется, здесь забрать. И в конце концов мы получим себе дополнительный килл, а также шанс на нашу победу. Так, у неё нет лука. Наверняка, что мы её заберём здесь у нас очень легко. К нам бежит, кстати, ещё жёлтый спину. И вот что меня радует, то что меня реально, ребятки, пытаются забрать все игроки данной игры. Спасибо огромное за TNT. Сейчас, ребят, мы в итоге забираем нашего жёлтого игрока. И заберём его, нет? Нет, не заберём. Всё-таки алмазный меч решает. И теперь, после нашего возрождения, мы, мне кажется, постараемся уже точно сломать противников. Вот, мне не нравится кросс-стим. Почему? Когда мы выполняем челлендж, постоянно нас кросс-стимят. То есть, мы сражаемся с термом, к нам прибегает жёлтый. Мы сражаемся с жёлтым, нас пытается убить Аква. Я вообще без понятия, ребятки, как это работает. Но, по-моему, это кросс-стим. Если вы не считаете так, то, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Либо же напишите просто своё мнение по поводу как раз-таки таких вот странных защит со стороны разных игроков. То есть, они вроде как в разных командах должны вроде сражаться друг против друга. Но, однако, они объединяются против меня, потому что я ютубер. И это прям очень подозрительно. Да, я знаю, что здесь есть у нас, конечно же, ещё так же личные чаты. Мне кажется, именно им они как раз-таки есть у нас и объединяются в этом режиме. Получайте всё время себе, ребятки, у нас здесь сразу же лук. Нам потребуется гораздо больше, потому что всё-таки на дистанциях сражаться нам придётся именно им. Приобретаемся те самые стрелы. Так, тот самый Аква к нам сюда ещё не бежит. Он не знает, что у нас есть лук. Он, скорее всего, думает, что у нас его нету. Так что, возможно, рано или поздно заражат. Я не буду пока что терять это тактическое преимущество. Так что мы им воспользуемся наверняка ещё в этой игре. Пока что закупим себе блоки. И постараемся что-нибудь сделать. Хей, Аква, раж меня. В общем, думаю, у тебя сейчас всё получится, если ты, конечно же, попробуешь. Но мне кажется, что у игроков, которые играют так вот в тиме, ничего никогда не должно получаться. Ребятки, в итоге мы его подстреливаем. Падает игрок! Да, падает, ребятки. В итоге забираем нашего замечательного друга. Я очень с ним хорошо подружился, но не повезло ему, мне кажется. С этой игрой. Далее отправимся, ребятки, сейчас к жёлтому. Больше его никто не защитит. Ну и, наконец-таки, можно будет его забрать. Побежали. Просто, ребят, берём и рашим жёлтого игрока. И, кстати, только что я заметил, что его оказывается нет. То есть его уже забрали. По дороге пока что себе приобрёл алмазный меч. Но и сейчас мы воспользуемся им против последней команды, которая нам всё ещё не даёт здесь победить. Для этого мы закупаем сейчас здесь себе у нас яблоки. Парочку яблок, пару ТНТ. И давайте ещё пару фаербола. Вот так вот, ребятки, просто закупаем всё, что нам потребуется. Этого нам должно хватить уже 100% на победу. Также можно купить себе, конечно же, ещё броню, которую я не покупал ни разу за всю эту игру. Да, можно было её покупать. Но я не очень люблю, на самом деле, тратиться на эту броню. Потому что мечи гораздо эффективнее. Гораздо лучше всё-таки лутаться мечами за Эмиральды, нежели алмазами, как делают многие игроки. Ну и таким образом побеждать будет, мне кажется, легче. И главное, быстрее. Хотя данная каточка сильно затянулась из-за тиммера. Вот серьёзно, тиммится здесь у нас очень плохо. Так. Отправились, ребятки, в итоге у нас на серую команду. Остаётся последний шанс, мне кажется, на победу. У этого игрока, у нашей соперницы. Ну и она им не воспользуется. Уже 100%, ребятки, это известно. Так что мы сейчас защищаемся от неё. Она у нас здесь пока что использовала вот эту вот ловушку. И ни разу ловушки мне не мешали. Отправились, ребятки, к ней. Сейчас поставим ТНТ. Просто воздух, он упадёт на её базу, разрушит её. И в конце концов мы просто сломаем её у нас, мне кажется. Тем, что просто спрыгнем на эту базу. Так, всё. Один раз подорвали. Далее ставим второй ТНТ. Также вот сюда. Вот я чуть не падаю только что, ребятки. Потому что опёрся, видимо, на ТНТ. И с нас каким-то образом. Ломаем эту кровать, ребятки. Забираем саму девочку. Давайте запвпшим. Она, тем временем, у нас здесь уже сдалась, видимо. И тем временем мы выполняем наш АИД челлендж. Спасли мы в итоге нашу кровать. Забрали всех соперников. И сломали, ребятки, просто по максимуму кровать Аида. Так что обязательно поставьте лайк. Не забудьте про комментарии, чтобы поддержать мой канал. Вместе с новыми роликами, которые совсем скоро на нём появятся. Ну а также не забудьте про колокольчик вместе с подписочкой, чтобы их не пропустить. Всем удачи, всем пока и до скорых встреч.